С возрастом наш характер обычно портится. И в психиатрии прямо есть термин такой, заострение личностных свойств. Это если человек был скандальным, то с возрастом он становится более скандальным. Если он был раздражительным, то с возрастом он становится более раздражительным. Если он был тревожным, то с возрастом он становится более тревожным. Масштаб жизни может быть уже не такой, когда вы на пенсии и там особенно ничего не делаете. И кроме вас самих, от ваших собственных этих заостренных личностных свойств никто страдать не будет. Ну, кто-то будет, конечно, но вы и в первую очередь. И когда мы говорим о том, что вообще надо воспитывать в себе чувство внутренней уверенности, стабильности, способности противостоять страхам, умение не раздражаться по пустякам, умение быть оптимистично настроенным, это даже не вопрос сегодняшнего дня, это вопрос будущего, в котором мы окажемся. И если эти навыки мы сформируем, то наш уже зрелый мозг, так сказать, он будет нам помощником для того, чтобы все проблемы старости претерпевать достойно и с хорошим, так сказать, внутренним расположением духа. Но если сейчас мы с этим ничего не поделать, то дальше это будет просто сложнее сделать. Все эти тараканы, они живут с вами, вы постареете, а они толстеют, набирают, так сказать, жорок. И поэтому здесь нужно всегда помнить, жизнь долгая, и лучше, конечно, быть к ней заботливым сейчас, потому что, когда у вас есть возможность, возможности сейчас, если вам уже не 75 с плюсом, а есть, предлагаю ими пользоваться исключительно для формирования у себя позитивной, такой оптимистичной настроенности к жизни, несмотря ни на что. Другой жизни у нас не будет, есть та, какая есть в тех условиях, в которых мы оказываемся. Поэтому, ну что тут, можно, конечно, попричитать, можно порасстраиваться, но стратегически это, конечно, беда бедой.